Добрый вечер, коллеги. Сейчас слайды дадут. Почему добрый вечер? Добрый день. Итак, я сначала хочу чуть-чуть отвлечь от высоконаучной информации. Скажите мне, пожалуйста, вот такая погода сейчас актуальная, что снеговиков можно показывать, особенно в Москве, Санкт-Петербурге. Кто видит снеговиков? Кто-нибудь видит еще что-нибудь еще? Кто-нибудь видит панду? Никто не видит? Я тоже сразу не нашла. Но на самом деле на этой картинке у нас с вами есть панда. Так это вот как раз, наверное, может быть не самое лучшее сравнение, но мне показалось, что это может быть так. Когда мы ищем наших пациентов с мутацией берсеей, они визуально очень часто очень похожи на всех остальных. И мы должны найти именно вот эту небольшую группу, порядка до 20% пациентов, которым мы можем назначить наиболее эффективное лечение в настоящий момент. Так что давайте искать этих панда и правильно их лечить. Итак, ну моя задача рассказать о тех направлениях, которые на сегодняшний день существуют. А это исследования СОЛО по изучению парпингибиторов, исследования СОЛО-1, СОЛО-2 и СОЛО-3. В основном они начаты были в 2013 году. Окончание этих исследований мы ждем в 2020. Но в апреле 2017 у нас уже было доложено... Так, у нас не работает, да? Доложено исследование СОЛО-2, о котором мы как раз сегодня с вами будем говорить. И ожидаем в конце 2017 года результаты исследования СОЛО-1 в первой линии, да, и СОЛО-3. Ну, поэтому остановимся на том, о чем нам уже что-либо известно. СОЛО-2. Почему это важно? Во-первых, это исследование третьей фазы. Потому что мы знаем, что препарат Алопарип, он зарегистрирован по данным исследования второй фазы. Но были скептики, да, в частности, и я в том числе, которые ждали все-таки третьих фаз наиболее статистически достоверных исследований. Это первое. И второе отличие исследования СОЛО-2 заключается в том, что в этом исследовании используются не капсулы, которые зарегистрированы, в частности, в нашей стране, а таблетки. Потому что капсулы, если вы помните, сейчас Адель Федоровна говорила, это 16 капсул в сутки, да, это большая горсть для пациента. Нужно считать, отмерять, и может быть нарушение комплоентности. Таблетки – это 4 таблетки в сутки, то есть 2 и 2. Но были работы, сейчас, так как у нас не так много времени, поэтому, в общем, скажу, что доза 300 мг в 2 раза в день, эквивалентно капсульной дозе 400 мг в 2 раза в день. Поэтому изучалась новая доза препарата, таблетированная. Исследование СОЛО-3 – это третья фаза, двойная слепая, рандомизированное исследование. В принципе, имеет такие же критерии включения, как и в исследовании 19. То есть, это серозный эндометриоидный рак яичников, высокой степени злокачественности, платиночувствительный рецидив, который получили больше двух линий терапии, с ответом на платиносодержащую терапию. В принципе, всё то же самое. Но одно из самых главных отличий, которое было важно также для меня, это только больные с мутацией Берсии, герминальной, значимой мутацией. Дальше пациенты делились на тех, которые получали лопарит, либо группу, которые получали плацебо, 2 к 1. Мы видим, что основная первичная точка в этом исследовании – это время без прогрессирования. И вторичная точка, уже время без прогрессирования 2, о которой поговорим позже, общая выживаемость, качество жизни, безопасность и так далее. Если мы с вами посмотрим на характеристику больных, то мы видим, что в обеих группах, в группах исследовательского препарата и в группе плацебо, у нас были группы между собой сопоставимые, в основном серозный эндометриоидный тип. Мы видим число линий терапии, в частности, больше, около 50-60% больных получали парпингибиторов поддержки после второй линии терапии, и половина уже предлеченных больных – третьи и более четырех линий терапии. Если мы с вами посмотрим, также помним про критерии, что у больных должен быть ответ на химиотерапию. И мы видим с вами, что в большинстве случаев, и также это касается больных с мутацией Берси, они хорошо отвечают на терапию с платиной, мы видим, что практически в 50% случаев наблюдался полный ответ на лечение, и в таком же проценте случаев частичный ответ. И время до прогрессирования мы с вами видим, что в условно-платине чувствительном рецидиве 6-12, 40% пациенток, и больше 12% – это 60% больных. Так, ну это мы пропустим. Итак, результаты исследования промежуточного анализа СОЛО-2, которые были доложены на СГО в Вашингтоне в апреле этого года, мы с вами видим, что достигнуто статистически значимое различие по времени без прогрессирования с дельтой в 13-6 месяцев в сравнении 5,5 против 19 месяцев на парк-ингибиторе. И данные мы видим, что мы снижаем риск смерти больных на 70%, и это действительно хороший результат. Если сравнивать с исследованием 19, которое показывала Адель Фёдоровна, мы видим, в принципе, что эти исследования сопоставимы также. Больные, это кривая для больных с мутацией Берси в исследовании 19, и исследования СОЛО. Мы видим, что пациенты с мутацией, но которые получали плацебо, живут приблизительно одинаково 4,3 месяца и 5,5 месяцев в исследовании СОЛО-2. И на использовании парк-ингибитора, при использовании парк-ингибитора у нас медиана составила 11 месяцев в исследовании 19, и 19 месяцев в исследовании СОЛО-2. Данные статистически значимы. Если мы посмотрим на вторичные конечные точки, которые анализируют, но мы видим, что во многих случаях медиана ещё не достигнута, потому что случилось достаточное количество событий, и мы будем ожидать их на следующих конференциях, эти результаты. Мы видим, что время до следующей химиотерапии, после использования парк-ингибиторов, у нас составляет 20 месяцев. Это очень здорово. Хотя очень со многими специалистами, когда обсуждаешь, почему это происходит, сложно ответить. То ли замедляется обделение клеток, то ли с чем-то другим. Но мы можем позже начать следующую линию химиотерапии, после использования парк-ингибитора. И мы видим, что сохраняется статистически значимое различие, также со снижением риска смерти, если мы оцениваем время до следующего прогрессирования, после использования парк-ингибитора, и время до последующей линии химиотерапии. Данные в группе с лопаревым еще не достигнуты, поэтому, опять же, будем ожидать. А как раз в группе плацебо, да, эти цифры составляют 18 месяцев и не меняются. Если мы посмотрим с вами на токсичность, оно, в принципе, сопоставимо в исследовании 19. Мы видим, что любая токсичность третьей степени, она возникала у третьих больных, но это соответствует, потому что если препарат работает, токсичность бывает, никуда от этого не деться. Но серьезные нежелательные явления наблюдались в 18% случаев, и в 10% пациентов прекращали прием парк-ингибиторов в связи с непереносимой токсичностью. В частности, туда входит наша пациентка, потому что мы принимали участие в этой исследовании, у которой была выраженная тошнота и рвота, и она не смогла принимать препараты, она отказалась. Но это всего 10%. И вот если мы посмотрим на спектр токсичности, вот мы с вами видим, что тошнота действительно возникает, да, на парк-ингибиторе, в таблицированной форме, но третья степень намного ниже, чем в капсульной, да, всего 2,6%, и мы помним, что в частности, если говорить о лопарибе, то к нему возникает некая адаптация после 4-х недель, и дальше пациенты его адекватно переносят. Поэтому если вы начали давать препарат своим больным, и у них возникает тошнота и рвота, то попросите их подождать, да, на фоне антимитогенной терапии. Еще одна важная штука – это анемия, да. Механизм возникновения до конца не ясен, но в 19% случаев мы имеем токсичность третьей степени. И она возникает не сразу. Мы должны с вами помнить и мониторировать уровень гемоглобина у наших пациентов, и это важно. Остальная гематологическая токсичность встречается в меньше, чем в 5% случаев, в третьей степени, поэтому, в принципе, такие же цифры приблизительные в группе плацебо. Кстати, хочу также отметить, что, смотрите, в группе плацебо тошнота в любой степени наблюдалась в 33% случаев, то есть вот эффект плацебо, он реализуется и работает. Ну и таким образом, выводы исследования SOLO-2 на сегодняшний день. Мы говорим о том, что в этом исследовании по предварительным данным промежуточного анализа мы видим выраженное статистическое значимое увеличение времени без прогрессирования на 13 месяцев при использовании PARP-ингибитора лопариба. Мы также сейчас видим статистическое значимое увеличение других конечных точек, времени без прогрессирования до последующей линии терапии. И, в принципе, профиль безопасности адекватный для этого препарата, поэтому мы с вами будем ждать окончательных результатов и возможной регистрации таблетированной формы, которая более, конечно, удобна. Ну и на сегодняшний день, если кратко поговорить о других исследованиях, которых мы ждём, это исследование SOLO-1, в котором мы также принимаем участие, где пациенты получают поддержку аллопарибом versus плацебо в группе больных после первой линии терапии. Мы очень ждём этих результатов, потому что нам интересно их получить. И сейчас идёт относительно недавно начавшееся исследование SOLO-3 уже в использовании лопариба в качестве именно линии лечения лекарственной анихподдерживающей терапии у больных с мутациями Берсей. Спасибо большое. Я, по-моему, успела. Спасибо. Спасибо.